Этот курс называется «Растительный орнамент в росписи». И этот курс достаточно большой, объемный. Здесь очень дается много знаний, начиная с первых шагов. И первые уроки – это, конечно, как всегда, материалы, подготовка к курсу, где не только какие краски и кисти вам понадобятся, надо рассказать, но еще и говорит о заготовках, какие материалы, какие заготовки нам подойдут, как выбирать их. Потому что такой вот вспомогательный материал очень важный есть. Ну а дальше мы уже начинаем с вами работать с постановкой руки, постановкой кисти. Это графические элементы. И, как вы уже понимаете, в орнаменте это очень важно и актуально владеть тонкой кистью для того, чтобы вы могли создавать в этом орнаменте обводки, тонкие изящные линии, растительные травинки, различные сюжеты, дополнять вот такими красивыми окантовками. Конечно, для этого необходима тренировка. Ну а дальше мы уже с вами с третьего урока начнем рисовать, создавать сюжеты и знакомиться, не просто сюжеты, а знакомиться с отдельными элементами растительных орнаментов. Это листья. Листьев настолько огромное количество, они удивительные, могут быть совершенно необыкновенные. И здесь она это показывает вам сначала на эскизах, какие бывают варианты. Опять же, их можно комбинировать, создавать что-то свое. Ее основные такие наиболее интересные или какие-то чаще встречающиеся формы она вам покажет. И, конечно, покажет в цвете. Дальше мы с вами уже продолжаем изучать элементы. И, конечно, уже рисуем их как карандаше, так и в цвете. Так тонкая листья, как карандаш, тонкая кисть и, конечно, цветовые сочетания. И начинаем мы с самых простых цветовых сочетаний, но, тем не менее, тоже интересных. Знакомимся с ними. Вы можете потом сами этот же сюжет в других цветовых сочетаниях создать. Интересно, создать, расписать такую брошку или магнитик. Листики или цветы вы можете также выбирать тоже по желанию из тех, которые вам будут предложены. Но дальше мы с вами переходим постепенно. Усложняется и формы, и дополняются новые элементы. Мы дополняем в этот курс. Растительный орнамент в полосе – это очень часто отличающаяся форма, которая вам, конечно, поможет и украсить рамочку, и расписать браслет. И в этом уроке вы сразу два сюжета увидите. И очень важно также, здесь на слайде, может быть, скромно представлено, но это очень важная тема – композиционные связки. И здесь Найдов Владимирович рассказывает и показывает, как объединять, какие бывают интересные варианты этих связок, когда вы объединяете в одно целое листье, цветы, бутоны. Знакомимся, мы продолжаем знакомиться с разными элементами. И, конечно, мы могли обойти такую тему, как валютный элемент в русском орнаменте. Очень интересный элемент. И, конечно, он бывает, отличается разной форматой. Но самый классический вариант, вы можете вам показывать и в карандаше, и в красках. Знакомитесь с таким интересным элементом растительным тоже, который очень часто вы можете видеть в различных росписях зданий, на стенах. И мы, конечно, с вами знакомимся с орнаментальными розетками. Это очень классический вариант и в архитектуре, и в росписи. Какие они бывают, какие варианты. И, конечно, показываем сразу. Неда показывает на небольших таких формах, которые можно приобрести, можно сделать самим в виде брошечек, каких-то магнитиков. Опять же, конечно, есть различные классические формы, как полоса, круг, квадрат, прямоугольник. И здесь мы тоже с этим знакомимся и вписываем на девятом уроке два варианта, как создать орнаментальный квадрат, какие сюжеты, возможно, туда включать. Два разных сюжета. Посмотрите, они отличаются. Конечно, вы знакомитесь на этом курсе. Очень интересный орнамент по мотивам резьбы по дереву. Конечно, представьте, как увлекательно, конечно, создать по этим эскизам резьбу по дереву. То есть потом можно даже увлечься, и кто-то пойдет на курс резьбы по дереву. И было такое классное, конечно, было бы увлечение, тоже дополняющие навыки ваши по росписи. Но на самом деле даже рисовать, имитируя резьбу по дереву, тоже очень интересно. Вот вам будет показана серия как простых сюжетов, так вот более сложных птичками. На одиннадцатом уроке мы уже рисуем, с вами украшаем вазы орнаментом. Вазы могут совершенно разных форм. Настолько много вариантов, но взяты такие более классические формы, как можно стаканчик в виде какой-то пузатенькой вазы, такой вот фигуристой вазочки, и показаны на уроке. Кстати, на некоторых уроках у вас несколько, можно сказать, видео, несколько уроков в одном. Но так как мы решили не разбивать, а сделать по смысловым такими связками, в одном уроке может быть несколько видео полноценных, достаточно длительных, где подробно показаны и на бумаге эскиз, и на предмете. Как его нанести, как его расположить на объемном предмете, что является, конечно, для новичков непростым делом. В двенадцатом уроке мы вдохновляемся мотивами росписи храмов. И здесь иногда показывают варианты вот такого интересного сюжета в квадрате. Кстати говоря, этим сюжетом, как в любом орнаменте, можно украсить достаточно большой объем. То есть вы просто соединяете вот эти квадраты, и у вас тут выполняется площадь очень интересным орнаментом. Опять же, мы здесь каждый раз работаем из композиции, и обязательно работаем с цветом, обязательно подбираем цветовые оттенки сложные, как их составить, каких-то красок, все это рассказывать подробно. Посмотрите, но все-таки на этом курсе достаточно много практических сюжетов, практических уроков. Даже тринадцатый урок – это, можно сказать, четыре урока в одном. Здесь подробно показаны варианты росписи шкатулок в разных цветовых гаммах, разными орнаментами. Но, кстати говоря, эти орнаменты, я вот уже вижу, что они практически идентичные. Да, Зинаида Владимировна? Просто показаны немножко вариации. Да, небольшая вариация. Капустки такие интересные, очень красивые, интересные. Четырнадцатый, пятнадцатый урок, шестнадцатый урок у нас в записи трех вебинаров. То есть у нас сюда включается вебинар по росписи шкатулки, орнамент по мотивам, вот такой ниши храма Василия Блаженного. Вот такой интересный формат. У нас был первый наш вебинар, и он очень приобилбился, и мы включили его в этот курс. И сегодняшний вебинар тоже в записи войдет последним уроком. Продолжение следует...